Сегодня художники вновь сели за мольберты в родной студии художественной школы. Но в их памяти еще свежи пейзажи новгородской земли. Две недели школьники рисовали красоты Великого Новгорода. Для Наташи Поломошная это была первая поездка за пределы Красноярского края. Путешествие по историческим местам закончилось победой во всероссийском конкурсе «Пленери». Рисовать пришлось прямо на глазах у туристов. Очень много туристов, китайцев, к примеру, которые подходят и начинают смотреть твои работы. Ты не понимаешь, о чем они говорят, но я не знаю их реакции. И всякие монастыри, особенно они очень старые, мне очень понравились, как они выглядят изнутри. Мне было удивление, как там все вообще сохранилось. Инновационно-образовательный проект «Артфорум» включал в себя не только пленэр в Великом Новгороде, но и конкурс творческих работ «Краски музыки» в Москве. Работы юных художников оценивали члены жюри из Новгорода, Орла и Новосибирска. По итогу четыре первых места завоевали дети из Ачинской художественной школы. Эти поездки дают нам и внутреннее вдохновение к будущему, это и мастерство, и освоение новых техник, и это перспектива на будущее. Дети присматривают учебные заведения, да, и стремление стать лучше, учиться лучше, рисовать лучше. Рисовать лучше школьники действительно научились. В Москве они освоили новые техники изобразительного искусства, познакомились с современными художниками. Обязательная часть образовательной программы «Артфорума» – посещение выставок, музеев, архитектурных и исторических достопримечательностей. В своих картинах дети отразили мощь и величие городов России, увидеть которую смогут и земляки. А осенью в Ачинске будет организована выставка работ юных художников. Кристина Лёшин, Дмитрий Шевцов. Новости.